Друзья, мы продолжаем решать задачи для самостоятельного решения. Я формулирую задачу, вы нажимаете паузу, решаете и сверяетесь. Что у нас тут? У нас есть две симметричные и крайние кости. Мы их трясем и кидаем. Вероятность получить любую из шести крайней на каждой кости одинаковая и равна 1 шестую. От вас требуется вычислить условную вероятность того. Что хотя бы на одном из кубиков выпало шесть. При условии, что мы знаем, что мы получили различные варианты. Один, два, пять, четыре. Вот такая вот задача. Пауза и самостоятельное решение. Окей, давайте решим задачу вместе. Можно решить ее таким наивным способом с помощью рисунка. Когда у нас есть два кубика, я вам говорил, всегда и они симметричны, можно нарисовать табличку. Первый кубик один, два, три, четыре, пять, шесть. Второй кубик один, два, три, четыре, пять, шесть. У любой клеточки одна и та же вероятность. Что мы знаем? Мы знаем, что выпали различные числа. То есть, один, один, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять и шесть, шесть не выпали. Я их зачеркнул. Все, что осталось, может выпить. Осталось тридцать значений. Один, два, один, три, один, четыре, один, пять, один, шесть, два, один, два, три и так далее. А сколько нам подходит? Нам подходит лишь те значения, где есть хотя бы одна шестерка. Давайте закрасим их желтым цветом. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое. Нам подходит десять значений из тридцати. Соответственно, ответ одна треть. В данном случае его можно было угадать интуитивно. Выпало два числа разных из шести. Шестерка будет там с вероятностью одна треть. Но это интуиция. Теперь давайте попробуем решить эту задачу более формально. Это тоже формально, но не всегда можно рисовать. Итак, нам надо найти вероятность события А при условии В. Как проще решить задачу? Тяжело сказать. Вы можете попробовать воспользоваться определением. Эта вероятность равняется вероятностью А пересечением В. Делить на вероятность В. Можно попробовать решить эту задачу с помощью формулы Байса. Вероятность В при условии А умножить на вероятность А, деленную на вероятность В. Какой из этих способов легче, тяжело сказать? Я думаю, они примерно одинаковые. Но вы можете попробовать ими воспользоваться. Я вам продемонстрирую, например, вот этот вот способ. Ну, давайте посмотрим. В. Выпали разные числа. Какова вероятность, что выпадут разные числа? Опять же, 30-36. Посмотрите сюда. Можно решить это так. Какая вероятность, что мы получим при двух кубиках одинаковый результат? На первом кубике может выпустить все, что угодно. А на втором должно быть то же самое, что на первом. То есть, вероятно, получить одинаковый результат на двух кубиках. Одна шестая. А разные результаты. Один минус, это шестая. Пять шестых, то есть 30-36. Теперь нам надо посчитать вероятность того, что выпала хотя бы одна шестерка. И выпали разные результаты. Выпала хотя бы одна шестерка и выпали разные результаты. Это вот эти вот 10 значений из 36. 10 из 36. 36 и 36 сокращаются. 10 из 30. Одна тридцать. Тот же самый ответ.